ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! Санатория Спутник. Эллен, Фэмили, Резорт, Спутник. Ну, в общем, это Спутник, ребята, это Сочи. Сегодня первый день заселения. Мы уже покупались, позавтракали, пообедали. Обязательно покажу вам номер, но сейчас немного пройдусь по территории. Это наш корпус. Шестнадцатый этаж. Если идти вот здесь, ребята, посмотрите, какая красота. Вот вы знаете, я пока под впечатлением, насколько красиво здесь, насколько большая территория. Опа! Шестнадцатый этаж. Родители отдыхали здесь в прошлом году, им очень-очень понравилось, поэтому в этом году мы здесь все вместе. Давайте покажем шикарный вид на балкон. С нашего общего балкона, посмотрите, какая красота. Это уже наш пляж. Сейчас здесь уже оправа, куча вещей чемоданов, но что поделать? Итак, включаем свет. Чередую мум – это душевая, прихожая, развернемся, туалет. Здесь, получается, спят дети с видом на балкон. Здесь, пожалуйста, уже моя опочевание. Идемте, я вам покажу, какой же шикарный вид. Класс! Ну что, мы переодеваемся и идем на пляж. Наш путь короткий – идти минуту. Полотенца ты издаешь по карточкам. Каждый раз они у тебя новые, чистые. Дети у нас сейчас вот здесь, в детской игровой комнате. Бассейн взрослый. И вот видите, только один маленький бассейн с таким дождем. Но люди здесь резвятся, веселятся. Тоже различная анимация. Все есть. Посмотрите, далее у нас территории тоже. Видите, сколько там еще площадок детских. Веревочный парк. Вот здесь у нас сдаются… Кстати, возьми, Денис, полотенчик. Какая здесь болтая. Железная дорога, по которой мы и проезжали. Дальше у нас по бокам огромное, видите, футбольное поле. Здесь тоже много площадок. Вот оно море. Мы идем меньше минуты, наверное. И вот она, наша набережная. Очень симпатичная. Здесь у нас кафе. Медпункт. Наш пляж. Симпатичненько. Идем кафе, покажем. Кафе со сладостями, а пицца получается в другой стороне. Надо было снимать, кстати, потом, когда я буду немножечко загорелась. Сейчас я с дороги. Представляете? Мы полтора дня провели в поезде. Вот это, да? Кустичко. Можно перекусить. Картофель фри. Чебуреки. Куриные наггетсы. С 11 до 3 здесь вкусная-вкусная пицца. Мороженка. Детское кафе. Попкорн. И фрукты. Ну что, выходим на нашу красоту? Слева, видите, сцена, но это все будет вечером. Пляж для детей и взрослых, не умеющих плавать. Отдельно здесь ограждение. Ну а мы вот здесь. Обычно. Видите, у нас какие волны сегодня? Вы как хотите, а я купаться. Забрали детишек. Ммм, вкусняшина какая. Вот здесь вот дети должны под присмотром родителей. Детская комната, она там. Площадка здесь тоже с этой стороны. А вот здесь как раз детская комната, где они были. Вот она, детская комната. Марк, мы сейчас не заходим в бассейн. Здесь занятия проходят. Правда, крашки. А вот здесь вот дети сами по себе, кто постарше. Есть разные корпуса. У нас светий корпус. Остальные не знаю, как числятся. Например, вот. Мне очень нравится, как выглядит вот этот домик. Пальмы, пальмы. Днем, когда вот самое активное солнце, можно спасаться детям либо в игровой комнате, в компьютерном зале, либо также на территории. Вот видите, много деревьев. Здесь вот веревочный парк. Там уличные тренажеры. Привет! Сегодня мы отправляемся на Огурское ущелье. Половина четвертого времени. Выходим через нецентральный вход. И где-то нам нужно по прямой идти полтора километра. И даже все маршруты, все экскурсии идут либо через спутник отель, либо через зеленую рощу. Я думаю, что мы потихонечку приближаемся, потому что много-много машин, постоянно микроавтобусы ездят. Разные зоны для пикника есть. Вот всевозможные кафе тут тоже у входа есть. Можно перекусить. У нас же ультра все включено. Мы не голодны. 100 рублей вход. Дети до 10 лет бесплатно. Инвалиды. И, в общем, ветераны труда не бесплатны. В общем, мы взяли три билета. Нас впереди ждет 40 минут дороги до... Ну, два водопада всего будет. А дальше уже все, кто хочет, какие-то горы там, орлиные, скалы или еще чего-то. Тропа, она вот вся такая, каменистая. Люди постоянно идут оттуда сюда. Распространенные. Обычные болоты, вот отец говорит. Надо же посмотреть, прогуляться. Не только же животы набивать. Мы забрались немного с другой стороны. Тут водопада не так видно. Но зато высоко. Люди все ушли. Мы уже спокойно нафотографировались. Ну, если с профессиональным фотоаппаратом выходить, можно сделать очень классные фоточки. В принципе, неплохой вид. Как-то так. Хорошо, что мама и Марк не пошли. Иначе бы они уже все прокляли давно. Потому что дальше дорога, все время вверх. Дальше больше. Еле уговорили отца идти. Не нужны, говорит, мне эти водопады. Чего я там не видала. Но идем. Сначала казалось, что мы долго шли наверх. Теперь уже продолжительно идем вниз. Сегодня кардио. Смотрите, какие высокие там скалы. Воздух совсем другой здесь уже, да? Все равно довольно прохладненько уже, сыро. Наверное, мы уже приближаемся, ребята. Какие-то камни. Какие-то реки. И мы идем. А, вот это и есть водопад? И все? Я думаю, огромный будет. Собачка, ты жива? Как ты здесь? Добралась? 150 рублей водичка, не желаете ли? Привет. Теперь я все-таки жалею, что не взяла купальник. Можешь прям так нырнуть, а? Собачку все время возле менять. После пройденного чувствуешь себя покорителем вершин. Вода чистейшая. Холодненькая. Супер. Молодцы, что берут сюда купальники. Видите, купаются. Нас сейчас ждет дорога обратно. Я не жалею, что прошла. Не берите маленьких детей, которые у вас бешеные, неспокойные. Которые не будут спокойно идти с вами за ручку. Потому что это небезопасно. Все, а мы обратно. Все-таки впарили магнитики. На выходе, там вот же есть стенд, на котором фотографируешься. Мы сначала сфотографировались на свой. Ну и как обычно, потом начинается, вы можете, магнитики такие большие, сякие. Ну, короче, договаривайтесь с мальчиком уже на месте. Цена договорная, как говорится. Такой, магнитики. Нас ждут полтора километра и наш отель впереди. По местному 8.15. Здесь различная детская анимация. Море. Здесь танцы, какие-нибудь спектакли, развлечения. Ну и детишки, конечно, тоже здесь. Всем привет-привет. Сегодня у нас объявляли шторм. Убирали пляж. Штормовое предупреждение было. Скоро хотим сходить на дачу Сталина. Но пока запретили в эти дни различные прогулки к Тилиппу. Ой-ой-ой, вы только посмотрите на это бушующее море. Я ожидала совершенно такое. Что другое? Я думаю, оно вот до сюда дойдет. А, может быть, дойдет и до сюда. Мы же не знаем. Люди все стоят, как на аттракционе, смотрят. Красиво, конечно. Всем привет-привет. Сейчас у нас... Через 100 метров крутой поворот налево, а затем поверните направо. У нас ждут вот такие зигзаги, потому что мы идем на дачу Сталина. Хотим посмотреть, что там, потому что это все в шаговой доступности. К нам где-то полтора километра ходьбы, и мы будем на месте. Наш отель. Мы вышли через набережную, но, получается, мы могли выйти через ресепшн. Все время вверх и вверх. Я не знаю, сколько нам еще идти, но мы еще не у цели. Вот сейчас как раз мы проходили по территории зеленой рощи. Берите с собой воды обязательно. Мы без воды, мы с соками ожали. Полтора километра позади, а впереди у нас дача Сталина. Вы знаете, я вначале подумала, что это под сталинскую дачу корпус какой-то отделали. Специально выкрушено все в зеленый цвет, чтобы сверху с зеленью сливалось все и не было замерки. Непометно никому. Вот так вот. Я бы не хотела все времена жить. Какие? Да? Уж не знаю, как-то все слишком серьезные и строгие. Через пять минут начала экскурсии очень удачно мы попали, иначе бы ждали бы целый час, пока не закончится предыдущая. Взрослый билет 300 рублей, цена 10 до 7 лет бесплатно, с 7 до 13, 150 рублей. То есть отдыхающих мы пока не принимаем, пока все ремонтируется. Как только это все закончится, он возобновит свою работу в обязательном порядке. Он свой статус должен обязательно соблюдать. Так что музеев дач Сталина, их вообще природе не существует. Все сталинские дачи, это государственные предприятия. Я думала, он полный. Шахматы, получается, его именно, да? И патефон этот, с тех времен. КОНЕЦ Вообще здесь снимать нельзя. Почему-то фотографии делать можно, а видео нет, запрещают. Все двери и даже замки еще с тех времен. Вы представляете? Вот это все еще тех времен настоящие работают. Вся мебель, которая здесь представлена, ее здесь не было. Что здесь было? Я вам могу сказать, что это было. Какие фотографии, кинобороны. Это самое диспетчевое, но все же не было. КОНЕЦ Экскурсия длится 40-45 минут. Более-менее так, ну, неподробно, конечно, но в целом просветиться можно. Многие детали действительно исторические еще с тех времен. Что-то уже переделано. Некоторых вещей Сталин не дождался, которые уже после смерти прибыли. И, кстати, это действующий пансионат. Здесь отдыхают люди. А они на втором этаже располагаются, да? Все люди отдыхающие, да? Но сейчас просто на реставрацию. Мы сейчас идем на обед нашей сине-белой командой. На первом этаже туалет. В первом зале нет детского отдела. Зал Ривьера. Я вам сейчас покажу здесь. Немножечко. В принципе, все то же самое, что и в том зале. Нарезечки, салатики. Маленький зал, но здесь поуютнее. Кто без детей и кому нужна атмосфера поспокойнее, им сюда. Сзади меня бар. Здесь я пробовала только виски, но жива. После двух стаканов все нормально. И чуть-чуть пива попробовала. А вообще не пью. Ну и зал солнечный. Если мы заходим, детский уголок, он в той стороне. Здесь как обычно. Денис, привет. Это мой племянник салатики. Обычно я всегда беру себе салаты, помидоры, огурцы. Картошку брала один раз. Предпочту, допустим, гречку с какой-нибудь подливой. Вот, кстати, свинина с ананасом очень вкусная. Здесь крупные фрукты. А, еще арбузы, кстати, бывают очень вкусные здесь. И сладости. Сухие сегодня свекольник и уха. Кстати, Олег любит бульон с сухариками. Там тоже, видите, можно делать капучино, горячую, холодная вода. И вот у нас детское меню уже. Не так много, но можно и взрослого взять. Очень вкусные вот эти котлетки. Рыба тоже вкусная. Мясо отварное. Суп овощной у деток сегодня и суп пюре из птицы. Кстати, вот эти мишки тоже очень вкусные. Дальше у нас здесь еще один зал есть. И здесь у нас телевизор. Но почему-то мальчики у меня здесь не сидят. Детское питание. Дети постоянно берут молоко. Привет. Мы приехали на набережную Сочи в Морпорт. И потом будем двигаться уже дальше. Насколько нас хватит. Марк у нас в игровой. Потому что, мне кажется, ему будет не очень интересно. Мы доехали сюда за 250 рублей через приложение Максим. Потому что такси, вызов через ресепшн, у нас бы стоило 500 рублей. Здесь есть также Яндекс такси, Ред такси неплохой. Ну что, а мы начинаем наблюдать за красотами. На яхте приблизительно любой взрослый билет 800 рублей. И детский в два раза дешевле. 45 минут катает. Я так понимаю. Артихоли. Симпатичненько. Ну и я так полагаю, мы выходим на набережную. Я не знаю, сколько я прошла. Но, по идее, набережная как набережная. Много лотков. С одной стороны, вот он, пляж всевозможный. Шезлонги. Навесы. И много-много идет в виде торговых точек. Так, ну сколько мы вот сейчас прошли. Мне понравилось вот это местечко. Черноморской кухни Шарм. Здесь симпатично, по крайней мере, очень. И хороший вид. Посмотрите, можно сидеть прямо в кафе и наслаждаться этим прекраснейшим видом. Вообще, Сочи, конечно, город красивый. Пока едешь столько, много шикарных зданий. Сама эта природа. Набережной тоже я очень рада, что съездила. Хотя бы общее представление уже имею о ней. Ну что, ребята, подошел к концу наш отдых. Сегодня мы выселяемся. Кстати, мы уже номер сдали в 12 часов. Наш поезд в 9 вечера. Очень хорошо, что мы вещи сдали в камеру хранения. Сейчас мы с картой гостя можем также ходить, кушать, пользоваться бассейном, пляжем. В общем, все то же самое. Поужинаем и сразу же уже уедем на поезд. Поэтому в этом плане очень-очень хорошо. Мы можем даже где-нибудь прилечь в термальной зоне или где-то в тенечке, на скамеечке. Вот родители мне отдыхают. Мы сейчас ждем обеда. Сходим еще на море. Вердикт об отеле. Нам очень понравилось. Дети не хотят уезжать. Понравилось море, чистый пляж. Понравилась кухня, еда, анимация. В общем, детям здесь абсолютно не скучно, интересно. В принципе, как и взрослым, наверное. Если взрослые с детьми, то им тоже не будет скучно. Ничего такого плохого сказать не могу. Никакого негатива нет. Положительные эмоции, отдохнувшие. При возможности обязательно можем сюда вернуться. По крайней мере, вот такое впечатление себе оставил отель. Все, пока. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...